Добрый день! Вы смотрите программу Вектор и сегодня у нас такие главные темы. Премия за идею. Каждый работник группы Метинвест может предложить, как сделать работу более эффективной. Идея может касаться любого процесса. Главное – экономия от внедрения рационального предложения. На Северном горнообогатительном комбинате только за год сотрудники подали 2800 предложений. В результате после их внедрения комбинат сэкономил около 170 миллионов гривен. Что это за идеи в нашем сюжете? В карьере Северного обогатительного комбината работают самосвалы разных фирм. У белорусских «Белазов» бак для заправки находится сверху, у американских «Катерпиллеров» – снизу. Пистолеты для обеих машин разные. «Белазы» заправляли прямо в карьере на передвижном автомобиле заправщики. Американские 180-тонники поднимались наверх, на стационарную заправку. Мы переделали систему, чтобы пистолеты не менять. Устанавливается дополнительная насадка. И можем заправлять этим же пистолетом «Белазов», у которых заправочная горловина находится сверху. Такое простое решение и «Катерпиллеры» также стали заправлять прямо в карьере. В результате сократили холостой пробег каждой машины порядка 9 километров в смену. И стали экономить 180 литров дистоплива. Еще одно рационализаторское предложение внедрили на первой обогатительной фабрике. Перед погрузкой в вагоны готовый концентрат здесь несколько раз пригружали. Конвейер слишком длинный и отправлял продукцию на дальний склад. Инженеры фабрики придумали так называемый «плушковый сбрасыватель» или, простыми словами, стрелочный перевод для руды. Над конструкцией думали месяц и потом дорабатывали ее. Изначально была идея поставить плужок одинарный. Но показало, теоретически подумали, что будет забиваться окна, куда будет сцепаться концентрат. И тогда просто пришла идея сделать плужок такой, чтобы было разделение на две части. Теперь концентрат отправляется сразу в вагоны и не тратится электроэнергии на его несколько перегрузок. На фабрике работает целая Кайдзен-команда. Это те люди, которые предлагают идеи бережливого производства. Наши предприятия и трудовой коллектив нацелены на то, чтобы быть более эффективными. По результатам работы в прошлом году трудовой коллектив Северного горно-богатительного комбината в тройке лидеров нам удалось сэкономить 167 миллионов гривен, которые компания реализовывает на инвестиционную программу. Только в прошлом году сотрудники СевГОКа подали 2800 РАЦ-предложений. И за каждое внедренное на комбинате получили премии. Сотрудников Центрального ГОКа теперь перевозят современные МАЗы. На комбинате появилось пять новых автобусов. Каждый проезжает в день до 300 километров. На комбинат подвозят работников из самых отдаленных районов города и из соседней Кировоградской области. Каждый такой новенький МАЗ стоит 3 миллиона гривен. Комфортабельный салон, кнопки связи с водителем и хороший обзор как с лобового, так и с боковых стекол. Совершенно новая техника уже, как западная техника уже получается. Тут двигатель евро пять, коробка автомат. Намного легче для водителя. Четыре МАЗа Северный ГОК купил по программе инвестиций. Еще один – подарок от гендиректора группы Мединвест Юрия Рыженкова. Старый транспорт списали. И теперь рабочих подвозят в карьеру и на промплощадку на удобных автобусах. Двигатели у них экологичные. Фирмы «Мерседес» регулируют содержание вредных веществ в выхлопных газах. Что такое евро пять? Это дополнительный впрыск в выхлопные газы, специальной жидкости, которая расщепляет выхлопные газы, тем самым улучшает, как бы не портит нашу экологию. Последний раз автобусы обновляли семь лет назад. Ключи от МАЗов водителям вручил лично гендиректор Дмитрий Шевчик. Желаю вам успехов в таком важном, нужном деле, как перевозка наших сотрудников. Руководитель Центрального ГОКа решил и протестировать автобусы. Водительское сиденье понравилось. Удобное, с пневмоподушкой. Ну, отлично. Хорошая машина, современная. Будем надеяться, что она будет надежно служить нашему комбинату. Каждый день водители привозят людей на две утренних смены. Отвозят ночную домой, а вечером снова отвозят и привозят. Накатывают в день до 300 километров. Мы заботимся о том, чтобы нашим людям было удобно добираться на работу. Эти пять автобусов будут курсировать в двух основных направлениях. Три из них будут доставлять наших людей на основную промышленную площадку предприятия. Два в район Петровского и Артемовского карьеров. Новые автобусы вместительные, добавляют водители. Перевозят до сотни человек. Летом салон хорошо вентилируется, а зимой не пропускает холод. Зеркала с подогревом и не запотевают. В Ингульце в 17-й больнице после ремонта открылось хирургическое отделение. Больше двух миллионов гривен на его обустройство выделил Ингулецкий горно-обогатительный комбинат. До этого в порядок привели детское отделение. В планах также капитальный ремонт травматологии. Помощь медучреждениям в Кривом Роге Мединвест оказывает по программе социального партнерства. Ингулец – микрорайон обособленный. До городских больниц далеко. В 17-ю больницу поступают ургентные пациенты со всего района и ближайших сел. Вопрос обновления хирургии стоял остро. Если бы не ремонт, отделение могли закрыть, а пациентов перевезти в другие больницы. Кровати новые. Раньше старые кровати раздвигались рукоятками, выдвигались и подстраивались под пациенты. Сейчас это раздвигается автоматически. Владимир Катюба скоро выписывается. В этом отделении уже бывал 35 лет назад. Говорит, что сейчас выздоравливает быстрее. Стены помогают. Конечно, по сравнению с теми условиями, которые были ранее, сравнить невозможно. Ну и хочу сказать, что условия для больных и для пациентов, конечно, очень хорошие. Открывать отделение хирургии собрались все врачи больницы – руководители Ингока и личный мэр. Здесь полностью поменяли коммуникации, обеспечили отделение горячей водой, поставили новую сантехнику, металлопластиковые окна и двери, постелили полы, облицевали стены и закупили новую мебель. А сколько человек здесь для отделения? Всего отделения 30 человек. Но это первый пост, основной пост отделения. Здесь же приближение около 20 человек. И 10 человек из нормальной потолки проходить на втором росте. Ремонт хирургии для Кривого Рога – существенная помощь, подчеркнул Юрий Вилкул. В целом, за два года Ингулетский ГОК вложил в ремонт клиники больше 4 миллионов гривен. Сам город не в состоянии было бы такое многое сделать. Мы благодарны Метинвесту и Ингулетскому горнообогатительному комбинату за ремонт детского отделения, которое в прошлом году было введено в эксплуатацию. Я надеюсь, что в хирургическом отделении точно так же будет. И это все только благодаря сотрудничеству города с компанией Метинвест и Ингулетским горнообогатительным комбинатом. По словам главного врача Юрия Черновола, квалифицированным персоналом больница обеспечена. Здесь не долечивают пациентов, а именно лечат. Сотрудничество группы Метинвест с городскими властями продолжается. Ингулетский ГОК собирается ремонтировать операционный блок и травматологию. Мы планируем на следующий год реализовать аналогичные проекты. На сегодняшний день есть необходимость продолжать работы по 17-й городской больнице, потому как она определена как опорная больница для оказания медицинских услуг именно в нашем южном районе. Среди пациентов много работников Ингока, но 17-я больница предназначена для всех жителей. По скорой помощи сюда привозят и пациентов Широковского района. Для них это ближайшая клиника, где можно сделать операцию. Всего больница обслуживает около 70 тысяч человек. Промышленный туризм, как в Кривом Роге добывают руду, может увидеть любой желающий. Экскурсии для школьников первым начал проводить Южный горнообогатительный комбинат. Его смотровая площадка стала настолько популярной, что теперь туда приезжают даже иностранцы. Обратите внимание, серый параллелепипед и перед ним большой зеленый бассейн. Увидеть карьер площадью 570 гектаров и самую длинную среди ГОКов железную дорогу протяженностью 450 километров. Приехали ребята сразу нескольких школ Кривого Рога. Удивление скрыть не пытаются. Попример спуститься хотелось бы, знаете, более детально технику увидеть, как оно все встроено. Потому что рассказывают глазами, что нужно увидеть. Интересно, как люди умудряются такую глубину рыть. Я даже не думала, что сейчас продолжают использовать технологию взрыва. Южный горнообогатительный комбинат первым в Кривом Роге присоединился к программе промышленного туризма. Экскурсию проводят на смотровой площадке «Карьера». Глубина разработки больше 400 метров, длина 3 километра. Генеральный директор комбината Константин Федин признается, что и сам каждый раз любуется красотами карьера. Наш карьер, могу сказать, без преувеличения, самый красивый, самый лучший в Европе. Мы на самом деле открыты для всех, кто хочет познакомиться с технологией добычи железной руды. За три года на смотровой площадке ЮГОКа побывало 30 тысяч туристов. Приезжали и иностранцы, в основном из Европы. На комбинате открыли и современный музей, который также пользуется огромной популярностью у туристов. Там очень много интересных экспонатов. Изуминкой стала 3D-проекция, а также огромный монитор, на котором в режиме реального времени можно увидеть всю панораму карьера. Кроме того, находясь на безопасном расстоянии в музее, можно посмотреть, как ведутся взрывные работы. Попасть на экскурсию несложно. Нужно связаться с пресс-службой комбината и оставить заявку. На этом все. Смотрите программу «Вектор» и узнайте самые последние новости о работе предприятий группы «Метинвест» в Кривом Роге. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok